Первая остановка на улице Крылова. Масштабную реконструкцию этой дороги начали осенью по поручению главы города. Сначала силами городских служб, затем к работе подключились и крупные анапские застройщики. Благоустройство Анапы – дело общее. Речь не только о расширении дороги, но и о благоустройстве прилегающей зоны. Тут должны быть удобные тротуарные дорожки, бордюры, пешеходные переходы, съезды для маломобильных граждан. Внимание к каждой детали. Напротив Дома культуры молодежной Юрий Поляков дал поручение организовать парковку. Причем стоянку для машин необходимо оградить бордюром. Иначе, как показывает практика, проблема постоянных пробок на улице не решится даже после расширения. Я хочу просто максимально сделать так, чтобы улица Крылова не превратилась в какую-то парковку. Все движение опустить по правой полосе. Обязательно в четверг на комиссии все сделаем. Вопросы есть? Вопросов нет. Значит, конец недели с флагом приходим сюда. На перекрестке с улицы Ленина сделают съезд тротуара, чтобы не возникло проблем у колясочников, дает поручение глава города. Через дорогу находится общество инвалидов, а рядом станция скорой медицинской помощи. Следующая точка – сквер у храма Державной иконы Божией Матери прихода святого князя Владимира. Здесь будет реализован масштабный социальный проект «Новый сквер». На месте пустыря появится зеленая зона отдыха. В декабре на личном приеме у главы Анапы Леонид Колыбин обратился с просьбой. На месте пустыря пенсионер предложил разбить парковую зону. От слов к делу Юрий Федорович дает поручение городским службам разработать проект. Здесь активисты местного ТОСа уже высадили 60 саженцев вишни в память о погибших в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В итоге будет красивый новый сквер. Нам надо максимально здесь, вот здесь есть объем, где работать, все нормально. К курортному сезону надо будет сдать эту площадь. А еще лучше в районе 1 мая людям будет приятно на 1 мая. Вот вам площадка. Спасибо. Спасибо за жизненную активную оппозицию, что вы нам помогаете. Будем делать, будем наш город улучшать. Мы очень довольны, что администрация облагораживает, что сейчас строится сразу комплексом. Душа радуется не как в наше время, вот сразу площадка для детей. Конечно, нужно о чем речь. И молодым, и внукам, и пожилым. Здесь очень много пожилых, очень много молодых семей с детьми. Третья точка развязка на улице Владимирской. Здесь практически завершено строительство дороги, которую соединит 3-й Б микрорайон с Субсекским шоссе. Очень много жалоб. Надо этот вопрос решить. То есть они дотянули сюда, бросили, ни туда никто не ездит, ни отсюда никто не ездит. Может, надо нам закальцеваться, тогда у нас будет решение какое-то по этому треугольнику, по благоустройству вот здесь. Хорошо, Ирина. Делаем. Это такое, а поручение как бы срочное. Хорошо. В перспективе эта новая дорога серьезно упростит жизнь жителей микрорайонов 3-Б и Горгипе, а также уменьшит пробку на Субсекском шоссе. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.